Друзья, всем привет! И сегодня мы будем говорить об этой аппаратуре, точнее об апгрейдах на неё. На самом деле, я уже давным-давно, мне написали радиомастер, менеджер говорит, Аник, посмотри на новые стики. Я говорю, да не нужны они мне. Он говорит, ну посмотри. Я говорю, да не нужны они мне. Говорят, ну ладно. И какое-то время спустя приходит, наконец, почта, и в ней коробка от радиомастер, в которой как раз эти стики. Всё-таки они ко мне приехали. Я их не хотел, потому что... Тут есть несколько причин. Я просто знаю, что большинство из вас, они неинтересны, потому что это оверкил, так сказать. Стандартные стики, которые используются в аппаратуре, они уже очень хороши. То есть стики, которые стоят здесь, они реально классные. Они реально хорошие, хороший ход у них, хорошая механика. Всё классно, всё чётко. Тут уже сразу взгляд с датчиками холла всё стоит. Короче, всё как надо. Но эти стики ещё на порядок лучше. Но для кого они тогда нужны? Есть три типа людей, которым они нужны. Первое. Это люди, которые хотят максимально производительность от своей аппаратуры и идут на какие-то там результаты. То есть это, например, какие-нибудь гонщики, либо ещё что-то. Вот для них это важно, потому что они проводят на стиках сотню часов. И вот эта разница, пусть даже уже не очень большая, потому что между топовыми стиками и супертоповыми разница не такая большая, как кажется. Второе. Это люди, которые хотят просто иметь самое дорогое оборудование, самое качественное, ну, просто для души, чтобы душу грело. И третье. Это те, кто энтузиасты, которым просто нравится то, что они делают, и они уже особо там не думают, что они делают, как делают. Тут просто, чтобы удовольствие доставляло. Поэтому я сразу изначально могу сказать, стики охрененные, но очень дорого. Погнали. Также в комплект мне ещё догнали вот такие вот проставки под стики, которые ставятся под стики внутрь, которые будут подсвечивать эти стики. Скорее всего, мы их ставить не будем, потому что есть небольшие проблемы с этим всем делом. Мы сейчас примерим, посмотрим. После этого у этого стика меняется ход. Из-за того, что они опускают довольно сильно стик вниз, вот эта вот часть, то есть сам наконечник стика сильно толще, чтобы было удобно пальцами держать. Это очень круто. Это реально классно. Но из-за того, что он толще, вы теряете очень много в ходе стика. То есть этот стик доходит до самого конца, и ещё примерно сантиметр, ну, надо там, 8 миллиметров остаётся снизу, да. И с этим стиком, с этими проставками может быть такое, что у вас уже стик до конца не будет доходить, потому что они будут упираться в корпус. Но мы сейчас посмотрим. Ещё меня вот этим, ещё меня напрягает то, что эта подсветка не выключается, не включается. Учитывая, что 90-95% времени я летаю в любом случае снаружи днём при хорошем освещении. Я даже видеть, наверное, не буду, что там есть вот такая вот LED-подсветка. Она выглядит безумно круто ночью, но днём, мне кажется, её вообще в целом будет не видно. Так что нужно ли это ставить или не нужно? Но стики, так и быть, давайте поставим. Кроме того, конечно же, нужно подумать о том, что цена вопроса. Стики стоят, там, что-то порядка 130 долларов без доставки, по-моему. С доставкой даже не знаю, сколько будут они стоить. Это стики AG-01, полностью металл, много подшипников. То есть это лучшее, что может предложить на данный момент рынок FPV-оборудования такого массового, ну и в целом компания Radiomaster. Понятное дело, на аппаратуры за 2000 долларов, может быть, стики будут в некоторых моделях аналогичны, либо чуть-чуть лучше, но в данном случае, о-класс. О-да. 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 Какой же у них охрененный ход. Какой же ход. 8 часов позже. Да, ребят, я сижу, играю уже, наверное, минут 10, и такой кайф. Действительно, полностью металлический стик. Ну, то есть практически все металл, кроме качалки вот этой вот, и половинок, которые удерживают подшипники на своих местах, все остальное металл. Что интересно, настроек сзади особо нет. Ну, то есть они тут есть вот для металлических пластин, которые ощущение на газе стика регулируют, в остальном у вас есть впереди настройка, вот 5 винтов здесь есть. Один из них отвечает за включение или выключение пружинки, которая здесь есть на газ. То есть вы можете центровку газа включить, просто открутив этот самый винтик, тогда пружина начнет работать. Вот здесь вот еще один винт, который натяжение этой пружины регулирует. Здесь вот еще один винтик, который регулирует натяжение пружины по этой оси. Также еще два винтика, которые регулируют путь от верха до самого низа. Как видно, здесь металлическое ушко касается этого самого винтика. И таким образом вы можете ограничить ход стика, то есть вы можете его сделать меньше. Это очень полезно для тех, кто любит работать много газом, для того, чтобы каждый раз не гонять стик на всю длину. То есть можно в центре вот так уменьшить его ход на 20-30% и только вот в серединке получается им работать. Для большинства гонщиков, например, это неплохая тема, тогда вы можете быстрее отрабатывать некоторые элементы. В остальном, конечно, ну выглядит ультра, ультра классно. То есть со всех сторон фаски снята очень красивая вот эта вот окантовочка. Внутренность стика тоже выглядит солидно со всех сторон. То есть и светлое серебристое, это металл, и черная вот эта вот грамка тоже идет металлическая. Со всех сторон подшипники стоят. Я насчитал как минимум 4 подшипника здесь, но скорее всего их может быть даже больше, потому что не все из них видны. Скорее всего здесь 6 подшипников. Здесь уже везде намазана смазка, где нужно. Кроме того, у вас еще есть вот такие две дополнительные смазки в комплекте. Ну то есть одна это именно смазка для того, чтобы ее подшипники смазывали, те части, где что-то происходит, какое-то движение. А демпинг-ойл это скорее как, ну тоже как смазка, но она нужна для того, чтобы у вас газ стика наоборот более липучим становился. То есть он, чтобы не проскальзывался сам. Но здесь уже нанесено определенное количество, и меня в принципе его ощущения сейчас устраивают. То есть он сейчас вот хорошо туда-сюда гуляет, так мы его оставим. Также в комплекте для тех, кому хочется супер мягких стиков, есть еще две пружины с меньшей жесткостью. То есть они будут возвращать стик в центр еще плавнее, еще мягче. Ну на самом деле мне хватило двух-трех оборотов, и стик стал работать так, как нужно. Вот сейчас он мягенько возвращается в центр. По звуку я слышу то, что это то, что нужно. Ну и в любой случае я могу в любой момент просто вставить сюда вот отвертку, даже когда это все будет собрано, сделать пару оборотов в одну или в другую сторону и подкрутить. Сейчас он находится четверть до самого верха. То есть есть еще потенциал расслабить, либо еще достаточно много можно его затянуть. Ну я оказался прав, второй стик у нас с возвратом в центр, я сейчас уже подкрутил эти вот пружины, и сейчас стик болтается немножечко. Ну это то, что мне нравится. То есть у него минимальное натяжение есть, то есть в центр он вернется сам. Ну возможно чуть-чуть можно потуже затянуть, но это я уже сделаю потом, когда в аппаратуре поставлю стик, и там будет видно по пальцам. Сняли заднюю крышку, по идее до всех винтов можно добраться вот отсюда. То есть четыре винта у нас стоят по кругу, и по большому счету их можно достать отсюда. Возможно сейчас придется еще откусить вот этот переключатель, два винта. Но я попробую снять и так. Ну да, все, нам даже не потребовалось что-то дополнительное снимать. Как видно, есть доступ напрямую, можно поэтому больше ничего не разбирать. Просто вот у нас есть четыре винтика, которые сейчас держат стики старые. Давайте старые стики снимем и сравним их с новыми, которые мы собирались ставить. Ну что ж, вот у нас два стика. На самом деле со старого стика нужно снять алюминиевую крышечку. В новом стике такого уже нет, это часть всего остального. Поэтому, ну старые, конечно, стики выглядят простенько. Это все практически пластик, за исключением, ну, наверное, вала. То есть все остальное, вот все, что вы видите, это все пластиковое. Ну вот здесь наоборот, действительно наоборот, качалки, которые здесь вот они крутятся во все стороны, они наоборот сделаны металлическими. Здесь они сделаны, по-моему, это плексиглаз, или я не знаю, как называется по-русски. Короче, в общем, это такой материал, который очень похож на пластик, но отличается немножко в лучшую сторону. По высоте они практически не отличаются, то есть если сюда, ну, пластину положим точно так же, то у нас получаются одинаковые высоты стики, то есть здесь у нас этот стик не короче. Что еще нужно заметить, что вал здесь практически полностью в резьбе, здесь резьба только сверху. Поэтому, если что, вот на этом стике высота, конечно, регулируется гораздо больше. То есть с самого низа до самого верха. Этот стик без наконечника 81 грамм, с наконечником, ну, 82. Этот стик пластиковый, поэтому он весит всего 29, с наконечником, ну, скажем, 31, и с алюминиевой пластиной 50. То есть между 50 и 82 граммами разница есть. Ну что ж, ребята, я немножко заморочился и подумал, что можно было бы сделать для того, чтобы это все-таки было нормальное управление. Первая мысль, которая ко мне пришла, я тут все разворотил, ну, потому что думал, что можно сделать, это подключиться напрямую к светодиоду, который здесь есть, например, над одной из кнопочек шестипозиционных сверху, и вот оттуда брать напряжение и питать этим напряжением вот эти вот панели. Соответственно, когда вы переключаете на одну из кнопок, предположим, на шестую, у вас включаются эти кольца. Не все пользуются этими переключателями каждый день, поэтому подключить параллельно к светодиоду и еще вот эту вот всю гирлянду, ну, в принципе, выглядела неплохой идеей. Единственное то, что здесь всего 3 вольта, а нам нужно 3,3, плюс еще здесь напряжение сильно проседает, когда даешь на него нагрузку, хотя здесь всего получается около 80 миллиампер, но, видимо, этого недостаточно. Вообще, сегодня много идей было. Одна из идей была поставить микроконтроллер, который бы, например, на заднюю кнопку, которая вот эта вот свитч возвратный, чтобы один раз нажимаешь, она включала, второй раз выключала, и при этом она еще была параллельно к OpenTX, посоединена, то есть продолжала нормально функционировать. Для этого нужно было какую-то логику. Это либо Arduino ставить какую-нибудь, либо AT-Tiny какой-нибудь 4, то есть маленький микроконтроллер, либо просто какую-то логику типа флип-флоп свитча и что-то такое. Но любые компоненты, которые вот здесь нужны, они не в первой доступности. Все, что я нашел, есть пару вариантов заказать их, но если, предположим, один компонент стоит 40 центов, да, то доставка 15, предположим, долларов делает это все бессмысленно. Я потом пошел дальше смотреть, что у меня вообще еще есть дома. Я нашел сначала обычный PNP транзистор. Это было не очень комфортно, но в целом с ним тоже можно что-то было реализовать. А потом я все-таки нашел MPN транзистор, поэтому у нас вот есть теперь вот такая вот схемка. И к нему приходит сигнальный все так же с того же светодиода, который у нас находится вот на этой панели с шестью кнопками. Только отсюда нам нужно будет теперь минимальное напряжение, и нам это будет без разницы, сколько там по факту приходит. Нам нужно главное просто, чтобы он переключился. Переключаться он будет на питание откуда-нибудь из больших преобразователей напряжения. Я отсюда вот посмотрю, чтобы было точно 3,3 вольта, не меньше, либо прям напрямую отсюда где-то из разъема вытащу. Но что-нибудь придумаем. Ну и опять та же самая схема. Когда вы включаете, предположим, шестую кнопку, она открывает транзистор, и у нас загораются наши панельки. Что-то типа того. Соответственно, сейчас это нужно будет реализовать. Мне надо будет сейчас это все дело встроить. Пайки здесь особо нет. Единственное, что нужно будет куда-то вот сюда подпаяться, например, на... Я тут уже пытался немножко подпаяться. Я думаю, на плюс светодиода, крайнего шестого подпаяюсь. И все. Когда мы будем включать шестой режим, у нас будет включаться подсветка стиков. Кроме того, ребята, я нарисовал вот такую штуку, для того, чтобы вот это не засвечивало наши остальные части, которые будут светиться уже другим цветом. То есть здесь у нас светодиоды-то оранжевые, а кольца будут синие на данный момент. Поэтому, ну, поскольку нет готовой версии с оранжевыми светодиодами, я думаю, их можно перепаять. Все-таки займусь, я займусь им чуть позже. Но эта штука, я думаю, должна спасти. Я закину на Thiniverse, если вам понадобится. Ссылочку найдете в описании. Ну что ж, я собрал один стик и смотрю на то, как она там что достает, докуда. Я чуть-чуть выкрутил стик вверх. То есть он сейчас не самый внизу, чуть-чуть повыше поднял. Мне так удобнее. И теперь проверяем. Если там будет видно на камере, возможно, там осталось еще где-то, ну, вот полмиллиметра. То есть я ставлю пальцы и в угол идеально. То есть то, как нужно. Вниз. А, вот здесь вот влево. Вот здесь вот в этом углу немножечко шкребет. А в этом углу не шкребет. Судя по тому, что скос идет в ту сторону. Здесь немножко ниже, здесь чуть выше. И вот в этом углу она, конечно, шкребет. Пока ставлю так. В крайнем случае есть возможность либо поменять наконечник стика на более узкий. Тогда она точно будет все в порядке. Либо ограничить ход его, если мне это будет напрягать. Но пока остается как есть. Ну и по концовке у нас вот такая схема получилась. То есть питание мы берем вот с этого самого разъема, который здесь в уголочке. Здесь он вообще под что-то рассчитан, конечно. Но здесь как бы ничего не впаяно. Поэтому я решил взять питание отсюда. Первый контакт сверху, если считать, это как раз 3,3 вольта. Две вот эти большие площадки, это земля. Земля идет на самый левый контакт. В данном случае это у нас эмиттер. Плюсовой контакт идет напрямую на панели нашей. То есть вот они, два кусочка здесь подпаяны. А минусовой контакт идет вот сюда на коллектор. Ну а база у нас открывается с помощью вот этого самого светодиода, который через сопротивление 2,2 кОм я взял. Я думаю, этого будет достаточно. Открывает этот самый транзистор. Я вижу, что уже работает, потому что когда в левом положении, загорается. И нажимаю на самый левый канал. Пожалуйста. Подсветка горит. Классно. То есть любой другой канал, оно ничего не будет влиять на это все дело. Нажимаю крайне правую кнопочку, как видно у нас загорается подсветка. По красоте. Так, ну что ж, очень быстренько добавнем тапочку. Один раз также еще проверил вживую. Давайте еще вот так влечу по костям. Посмотрим, как это летает. Судя на коптере, на вот таком вот, на Crossfire сзади. Очень холодно сейчас, поэтому летим буквально реально четенько, быстренько один аккумулятор, просто чтобы вам что-то показать. Так, ну что ж. Вряд ли кто-то сомневается, что стики за 80 долларов или там за 70 долларов штука будут плохими. Стики классные. И приятные. Единственное, что мне как-то здесь мешает, то, что они немножко ниже, непривычно. То, что, если раньше у меня вот здесь конец стика был, то сейчас он вот здесь, то есть дальше стик стал крутиться. Как будто. На самом деле просто он ниже стал. И из-за того, что рычаг длинный, здесь у нас станет чуть шире размах. А в остальном мне нравится. Мягко, гладенько, все работает. Но нужно понимать, что вот это все удорожает аппаратуру. Естественно, если изначально аппаратура ради мастера стоила 120 долларов, потому что всеми этими нехватками чипов, пластика и чего остального она стоила, стоит 200. То потом алюминиевый кит обошелся мне еще это, сколько-то, типа 100 долларов вместе с накладками кожаными. Это уже 300, а потом Crossfire 200 долларов, это уже 500. Потом еще эти вот стики с подсветкой еще 150 долларов, предположим, да, они все вместе. Это уже 650 долларов за аппаратуру, но... Все говорят, что стики очень крутые, очень классные, но есть люди, готовые платить 650 долларов за аппаратуру. Не какого-то ультра старого бренда. Просто я знаю людей, которые достаточно, которые будут за Spectrum, за Futabu, за JT, платить по 1000 долларов за аппаратуру на 8 каналов, которые работают по старым протоколам и почти ничего не умеют. Но они просто знают бренд и хотят быть частью его, быть, поддерживать этого производителя, потому что они знают вот на протяжении 30 лет, предположим. В плане же OpenTX и RadioMaster, RadioMaster хороший бренд, неплохой, аппаратура очень хорошая. Но есть люди, которые готовы пользоваться Радиомастером за 650 долларов, ну и самое главное, вкладывать в него. Пользоваться-то, конечно, без проблем, он крутой. Очень классная аппаратура сейчас, умеет все, что нужно, все, что нужно, все здесь есть на рынке. Единственное, что цена кусается. Ну, я думаю, я садюсь, потому что очень холодно, пальцем реально прям морозит. Сегодня, как видно, весь день снег идет, и ниже нуля температура, поэтому быстро все остывает. Ну, что ж, под итог, давайте опять расскажу то, что вы хотите услышать, и потом то, что есть на самом деле. Итак, стики. За 80 баксов вы что, рехнули, что ли? Кто этой стики будет ставить? Ну, фуфло же полное. Как вообще классный продукт может стоить так дорого? Вот если бы они стоили 15 баксов, вот тогда был бы огонь. А так, ну, вот так вот. Все, кто услышал, что хотели поставить лайк и разошлись. Теперь по делу. Ну, что сказать? Я кайфанул. Стики реально классные. То есть, мне очень сильно понравилось. Нужны ли они мне? Нет, но понравилось ли мне? Да, однозначно. И подсветка, на самом деле, учитывая, что я сделал, чтобы она включалась и выключалась, но я еще вот думаю по поводу оранжевых светодиодов, я все еще думаю, чтобы вытащить их обратно отсюда и перепаять все светодиоды, которые там есть, по одной штучке вручную на оранжевой. Тогда это будет вот прям... Апгрейд не стоит особых денег, потому что эти светодиоды продаются доллар за пачку из 100 штук, поэтому по деньгам это будет не очень накладно. Но вот именно по работе там надо будет еще часок-другой повозиться, чтобы это красиво встало на места. Но уже даже так оно в целом неплохо выглядит. Учитывая, что вот эта кнопка при работе светится тоже синим, соответственно, я делаю вывод, что и так сойдет. Было бы, конечно, круто, если бы они еще RGB подсветку поставили, то есть можно было бы настраивать по желанию под настроение, но это, наверное, пока еще в будущем. Пока таком желать, наверное, не стоит. Теперь по самым стикам. Дорого ли это? Да, относительно. Опять же, смотря чем сравнить. Если вы сравниваете с аппаратурами, которые сами по себе стоят там 100 долларов, то один стик за такие деньги брать, ну, наверное, нет смысла. Но если вы уже переросли все это дело, то, наверное, стоит посмотреть вообще, что есть на рынке, чем я и занимался сегодня. Тут есть три параметра, на которые мы смотрим. Первое, это материал, из которого изготовлен сам стик, сколько в нем подшипников и какой сенсор используется. При этом всем, ну, датчики холла вроде как лучше, хотя сами производители говорят, что нет на самом деле. Но, тем не менее, мы как вот следуя хайпу будем говорить, что датчики холла вроде как круче. У братьев-китайцев, ну, ближайшая похожая версия, но все еще на пластиковом корпусе, но уже на подшипниках, это вот Tandem X20. Там стоят неплохие стики, стоит такая аппаратура 400 долларов. Похожие вот на эти стики, полностью металлические, стоят уже в старшей версии, X20S Tandem, которая сейчас на данный момент на A-Loft Hobby стоит 488, ну, 500 долларов, короче. За 500 баксов вы получите такие же стики, как вот здесь, может быть, даже чуть лучше, потому что там есть еще настройка угла разворота. То есть вы можете в сторону руки чуть-чуть развернуть стик, там на минимальное отклонение, но, тем не менее, это можно чуть-чуть поднастроить. При этом отдельно эти стики, которые ставят, MC11, которые ставят в Tandem X20S, стоят 80 долларов штука, что, ну, то на то и выходит. Получается, что у других производителей не дешевле, а то и дороже. Если брать теперь не китайцев, если брать нормальные бренды, Spectrum за те же 500 плюс, 550 долларов предлагает NX10, это третья лучшая аппаратура у Spectrum, они предлагают здесь Hall Gimbal, то есть на тех же датчиках Hall, но при этом на двух подшипниках, то есть один подшипник на каждую ось. Ну, такое. При этом, естественно, все пластиковое. Дальше, следующая аппаратура в линейке, AX12, уже с большим андроидом, с экраном красивым, почти 700 долларов стоит. Здесь все еще на потенциометрах, то есть датчика Hall убрали, поставили потенциометр, но теперь поставили Quad Bearing, то есть это вот 4 подшипника, по 2 на каждую ось, как вот на этих стиках. И продают уже, пожалуйста, почти 700 долларов. Ну и самая топовая аппаратура AX20 на 4 подшипниках и на датчиках Hall. То есть вот все совсем, я не знаю, по материалам, возможно, они даже и не металлические, возможно, они даже пластиковые, аппаратура стоит 1700. Если брать здесь без алюминиевого кита, за 300-320 долларов, вот это вот все с вот этими стиками, здесь уже 1700. У Футабы сцены не лучше, даже, я бы сказал, чуть повыше. Здесь 1100 стоит SZ-версия 18, то есть это еще с обычным, классическим экраном. Здесь они в целом даже не упоминают, какие там стики. Я предполагаю, на обычных, на классических двух подшипниках, полностью пластиковые, на потенциометрах. Дальше 18 аппаратура, ну теперь с тачскрином, большим, красивым, и она уже стоит 2500 долларов. Здесь они говорят, что используют на каждую ось по два подшипника. То есть 4 подшипника, ну уже хотя бы лучше, но также все еще пластиковый и потенциометр. Обещают долгий срок службы, но опять же потенциометр. Ну и только самая старшая аппаратура, 32-я, за 3000 долларов, позволяет насладиться полностью, где-то тут было написано, двумя подшипниками на ось, то есть 4 подшипника, и также потенциометры были заменены на датчиках холла. Соответственно, аппаратура, которая предлагает похожие стики, плюс-минус по качеству, то есть металл, подшипники, датчик холла и все остальное, стоят сильно дороже. Соответственно, вот такая аппаратура на таких стиках, это наш билет в мир дорогих аппаратур. То есть здесь ощущения, я уверен, что крайне близки к тому, что вот на самых дорогих аппаратурах у других брендов. Поэтому, возможно, оно того стоит. Но опять же, целесообразно ли это? Сможете ли вы, например, ресурс обычных стиков превзойти? Важно ли вам что-то, какая-то дополнительная плавность, дополнительная четкость вот этих всех движений? Большой вопрос, поэтому, наверное, решать вам. Комментарии сегодня читаем под роликом, где мы смотрели на ZOHD Alpha Strike. Дикий аппарат, очень веселый, очень бодрый, быстро летает, красиво, классно, все, короче, как нужно. Единственное, что сейчас я его немножко разложил, надо его подчинить, но потом мы продолжим также веселиться дальше. RC Point, все сделано за вас. Аник распаковал, собрал, полетал, можно не брать, модель своеобразная. Ну, я думаю, да, как бы я на самом деле сейчас стараюсь дать по максимуму информации, вот все, что я собрал, все, что я посмотрел, все, что я потестировал, хочу рассказать вам, поэтому ролики у некоторых, например, товарищей, длятся там 3 минуты, 5 минут, 10 минут, у меня ролик чуть-чуть подлиннее, но я надеюсь, что более информативный, поэтому получайте полное представление о модели, о методике тестировки, какие у меня получились результаты и какие вот выводы я из этого всего сделал. Махик, чтобы кусок пенопласта так летал, это офигеть, конечно, крутой самолетик, да, прикольный. На самом деле, недавно смотрел у Айру Саши тоже, он показывал Delta Strike, обновленную версию этого самолета, ну, скорее не обновленную, просто другую версию этого самолета, похоже, очень тушь, чуть-чуть иначе сделано в целом по именно концепту, там импеллер стоит внутри, то есть не снаружи винт воздушный, а импеллер внутри маленький такой, но там летает не так весело, аккумулятор жрет нещадно скорости, изначально там было написано, что максимум будет 100-120 км в час, но так как оно и оказалось. Я изначально смотрел на него, мне его предлагали на обзор, я сказал, ребят, ну, после того, что вы сделали с Alpha Strike, зачем нам Delta Strike? Он прикольно шумит, на этом его клевые фишки заканчиваются, больше он ничего не умеет, он прикольно шерестит, когда мимо пролетает. Здесь же можно пофаниться, здесь реально, ну, совсем другой уровень, то есть других самолетов на рынке таких же, в таком стиле, очень мало. Взгляд через зад, интересный никнейм, а не кисти, соркнуть у вас резинки? Думаю, крючки сильно ординарик у нее и спорт, я этим занимался, я тоже сейчас, я не так давно кидал в инстаграме, тоже показывал, как я эти крючки печатал, нарисовал, напечатал, приклеил, все хорошо, все держится, пока все никак не добрался, после одного из крыша у меня развалился немножко там самолет, надо кое-что подклеить, поэтому, как его доклеим, мы с вами продолжим тестировать именно резинки, но, по-моему, с резинки хуже, потому что с руки он хоть как-то, но что-то улетал, с резинки у меня пока ни разу не получилось, я два раза пульнул, не очень, при этом все, я даже не понял, что случилось в последний раз, самолет взлетел, развернулся на 180 и упал носом в землю. Хотя скорость у него была хорошая, срыв потока не должен был происходить с крыла, что было непонятно. Ну и последнее, Вадим Свириденко за крышку переживал больше, чем за крыло, мы там потеряли крышку, когда давили полный газ, она вылетела, но, на самом деле, после этого я также почитал, где-то, по-моему, на странице именно ЗОХД, либо где-то в описании товара, было текст там, оказывается, черный по белому написано, что фиксируйте крышку, особенно хорошо, когда пуляете на больших скоростях, потому что задувает под нее на скорости выше, там, 200 км в час, ее так там задувает, что она магниты, которые удерживают, не выдерживает, они поэтому отрываются, спокойно могут потеряться, поэтому фиксируйте их дополнительно. В остальном же самолет реально по фану, своеобразный, наверное, не для новичков, но, тем не менее, для тех, у кого есть уже там пару самолетов, 3, 4, 5, у которым уже вот там надоело и так летать, и сяк летать, то очень интересный вариант. Кроме того, сегодня я сходил, только приехал с планера, на полетушке мы ездили, в горах, и там такой ветер был, и вот это был такой кайф. Летом, конечно, например, такого, наверное, будет меньше, хотя тоже, наверное, можно встретить, но сейчас зимой такие перепады температур, что самолет вот летел, и в какой-то момент его подхватывает ветер, и он со 100 метров до 300 в течение там минуты поднимается, очень быстро, скоростью 4, 5, 6 метров в секунду, прям пулю летает вверх. Соответственно, я налетал 40 минут на одном малюсеньком аккумуляторе, и это такой кайф, когда вот летишь, и чувствуешь, что то вниз идет, то вверх, то вниз, то вверх, и ты вот пытаешься лавировать кайф. Это тоже очень большой, интересный проект, который в ближайшем времени появится на канале. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите видео, заглядьте. В описании будут ссылочки на эти стики, след, подсветка немножко, конечно, цыганщина, но я для себя это все довольно комфортно решу, поэтому 90% времени без нее, а когда нужно, погнали. На этом, друзья, все. Чао.